Девушки отдыхают За Кировскую область можно порадоваться? Все-таки больше 30 миллионов сюда к нам придет. Почти 33 миллиона, да, известили на средства массовой информации. Речь идет о втором туре конкурса фонда президентских грантов. И вот Кировские НКО как раз-таки показали достойный результат. Об этом написала, в частности, общественная палата нашего региона. Каждая четвертая заявка, поданная нашими земляками на конкурс президентских грантов, она получила одобрение. Опубликован уже список, прям подробно обозначено, кто, как, название проектов, сумма полученных грантов. Ну, там довольно солидные цифры, надо сказать. И во втором части мы будем общаться и с конкретными победителями, и с тем, кто помогал организовывать, оставлять заявки, экспертами и так далее. С экспертами регионального ресурсного центра. За пять лет, говорится в сообщении общественной палаты, с 2017 года, благодаря фонду президентских грантов, в наш регион были привлечены более 305 миллионов рублей. Солидная цифра. Солидная, солидная, конечно. Это все будет во втором части, ну а если ты позволишь, то небольшим эпиграфом к нашей первой теме мы тоже будем говорить о деньгах. Ну, как их назвать, неэффективно израсходованных или как, грецким бюджетом? Наверное, да, можно так сказать. В качестве небольшого эпиграфа я бы хотел следующие слова озвучить. В Кирове надо создавать современное и качественное городское пространство. Для этого необходима реализация механизма комплексного развития территории, где обеспечены условия для комфорта, труда, отдых, развития горожан, деятельности предприятий и малого бизнеса. Важным является работа по созданию безбарьерной доступной городской среды как для маломобильных граждан, так и для пенсионеров и молодых мам. Надо отходить от точечной застройки, создавать единую структурную целостность городских микрорайонов, решать проблему ветхого и аварийного жилья. И это к чему? Эти слова, которые человек, о котором мы будем говорить в первом часе, произносил перед депутатами городской думы в конце октября 2017 года, его сейчас судят. А, мы говорим про Илью Шульгина. Его сейчас судят. И по итогам вчерашнего заседания, очередного заседания суда, сторона гособвинения запросила для Ильи Шульгина пять лет колонии общего режима. Плюсом идет запрет на занятие должностей в течение ближайших трех лет. Ну, это стандартная такая практика обычно. Вдовес, что называется. Ну, и не надо забывать, конечно, Шульгин не единственный подсудимый по этому делу. Еще по делу проходит и бывший начальник управления дорожной и транспортной инфраструктуры нашего города. Ну, то есть ведомство, которое отличается от дороги полностью. Ведомство-то существует, а Ишутинов там уже не работает. Алексей Шульгинов, да. Да, с весны этого года. Что касается его, то прокуратура для него запросила четыре года колонию общего режима. Вот такие цифры. Ну, вот сейчас будем разбираться, собственно, в самой этой истории. Попробуем освежить саму фабулу, что называется, да. Насколько вся эта история плохо либо хорошо сказалась на безопасности на наших кировских дорогах, отсутствие камер. Я так понимаю, что там был период, когда камер не было, да. То есть они должны были быть, но их не было, потому что следствие их изъяло. И, собственно, улицы оставались без присмотра. Константин Сичихин с нами на связи. Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. И эксперт общественной палаты. Константин, добрый день. Да, да, добрый день. Ну, новости про Илью Шульгина вы видели. Я не знаю, стоит ли спрашивать у вас, считаете ли вы справедливым такую меру наказания. О новости, я только читал новости, которые были вчера. Что-то новое сегодня вышло, да. Нет, 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 про пять лет колонии общего режима. Вот за эту историю. То есть я так понимаю, что Илью Вячеславович... Ну, прокуратура попросила в рамках суда, но решения-то, как бы, я понял, сюда нету. Еще не принято, нет, конечно. Нет, 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 это обвинение. Нет, ну, насколько, это, конечно, суду будет решать. И тут я за них не буду судить. Если суд посчитает такое наказание справедливым, ну, значит, наверное, справедливым. Но мне кажется, что, конечно, сильно натянута. Это моя позиция. Сильно натянута? Почему? Ну, я считаю, что, как бы, ну, здесь, как вот я читал из тех новостей, которые есть, лично сам, конечно, не присутствовал в суде, да, но мне кажется, что можно было и помягче. Вот так давайте прокурору попросить наказание для двух эгурантов. А как, Константин, помягче? Все-таки, смотрите, ведь история не про две копейки, что называется, а про 20 с лишним миллионов. Да, там вопрос даже не в 20 с лишним миллионов, там, сумма-то и больше фигурирует, с учетом того, что все камеры практически были сняты в городе, и контракт был намного выше. Но вопрос, вы же понимаете, как бы, если все наблюдали за этим делом, и все смотрели, ну, читали новости, где что пишут, да, тут же такое, как бы, в подвешенном состоянии. А насколько они могли знать, что данные камеры, можно так это сказать, да, я вот, например, вчера читал показания Ишукинова, которые он давал, ну, опять же, в СМИ, то, что было написано, да, то он поясняет, что я не в курсе был совсем происходящего, как бы, был специалист, который по факту, и, ну, как бы, есть специалист, он же все-таки начальник, и специалист УДПИ, который следит за данной работой, и который должен присутствовать при установке данных камер, то мне кажется, что почему-то у нас третьего-то лица в деле совсем не фигурирует, а именно специалиста УДПИ. Но я, насколько помню, специалист вроде бы говорил, что предупреждал о несоответствии, но вроде ему велено было все равно как-то, не знаю, устанавливать и принимать. Ну, вопрос, опять же, вопрос к суду, насколько изучены показания свидетелей в суде в рамках уголовного дела, и насколько каждого вина доказана будет. Опять же, это все будет суд решать, но мне кажется, что здесь еще точку ставить рано, даже если какое-то решение выйдет в суде. То есть вы думаете, что Илья Вячеславович будет бороться, да, и пойдет на протестовое решение? Да, конечно, я думаю, не только Илья Вячеславович будет бороться, и Алексей Ишутинов будет бороться, потому что, и мы же видим их позицию, что они считают, что на сегодняшний день их вина как бы поднатянута, они не виновны в данном, как говорится, происшествии, не знаю, там, в данном уголовном деле, лучше так это назвать. Напомню фабулу, да, по версии следствия, в конце 2019 года Илья Шульгин и глава УДП Алексей Ишутинов согласовали доставку 20 некачественных камер, которые должны были отслеживать право нарушения на дорогах. Поставка оборудования была реализована, расписались, значит, за эти камеры, да, и в результате городу Кирову был причинен материальный ущерб в размере более 21 миллиона рублей. Насколько я понимаю, вот этот 21 миллион, в случае, если Илью Шульгина и Алексей Ишутинова признают виновными, они должны будут городскому бюджету возместить. Но я не знаю, должны или нет. Нет, но если суд признает их вину, да, и в рамках судебного решения это будет прописано, понятно, что они в каком-то процентном соотношении между собой должны будут возместить эту сумму бюджету. Это будет решение суда, и они обязаны будут этому решению. Ну, понятно, что они могут подать обжалование, но обязаны будет, если, как говорится, решение суда устоит, и если такое будет решение, да, то, конечно, они обязаны будут возместить ущерб в бюджету. Потому что это, как я понимаю, все доказано, экспертиза в рамках уголовного дела. Константин, а что с этими камерами сейчас? Я, насколько помню, когда начинались судебные действия, их как раз, ну, изъяли, вероятно, на экспертизу, то есть как-то же установили, что они не работают на улицах. Ну, конечно, конечно, они изъяты, они демонтированы, демонтированы, где-то находятся на каких-то складах, как я понимаю, либо следственных органов, либо, ну, у кого-то они находятся, либо в экспертной организации. И сейчас, на сегодняшний день, они не установлены. И как мы с вами наблюдаем, на протяжении двух лет, если кто ездит там по советскому тракту, по безносному на Лавиатска, камер-то нету. Вот только сейчас, по условию нового контракта, который не так давно был разыгран, камеры стали появляться и в Кирове, и в Кировской области. Это другие уже камеры, не те. Это уже другие камеры, это новый контракт, это уже новый, ну, новый контракт проще, другой подрядчик устанавливает новые камеры. А эти камеры, они находятся где-то, в каком-то месте. Ну, я думаю, что в дальнейшем, конечно, в рамках уже прекращения, ну, как бы не прекращения, а установления вины, и когда уголовное дело будет, уже суд вынесет решение, а те камеры, которые были изъяты, они, конечно, будут переданы администрации, а уже администрация должна принимать дальнейшие решения, что с этими камерами делать. Ну, на мой взгляд, эти камеры надо предъявить подрядчику, который эти некачественные камеры предоставил администрации, и дальше взыскивать с них ущерб администрации. Ну, говоря, некачественные камеры, мы, конечно же, не знаем конкретно, что там с ними не так. Но говорится о том, что они в чем-то не соответствовали аукционному заданию. Одно дело, они не включаются, да, то есть вообще не функционируют, и другое дело, может быть, не соответствует каким-то конкретным параметрам, может, не распознают какое-то конкретное нарушение ПДД, да, со стороны водителей, или, может быть, работают не в круглосуточном режиме. Но тут можно только гадать, потому что подробности нам не сообщалось. Я согласен с вами, что мы можем гадать в данной ситуации, насколько они некачественные, эти камеры. Но я, как знаю, они работали одно время даже, успели и поработать в городе, да, и они же все-таки поставили и подключили. Но в дальнейшем в рамках, как я понимаю, эксплуатации были выявлены какие-то дефекты, и вот уже тем самым возникло уголовное дело. Я, Константин, у вас вот хочу о чем спросить, как у человека, который наверняка в курсе, как работают все вот эти вот наши нацпроекты, в том числе по безопасным качественным дорогам, а насколько часто вообще такая ситуация возникает, как та, о которой, ну вот судя по публикациям в СМИ, говорилось в том числе и на этом суде. То есть говорилось о том, что якобы поджимали сроки реализации вот этого нацпроекта, и раз уж камеры пришли, и они были прописаны в каких-то документах, и, видимо, они должны были быть включены в отчет, как элемент исполнения вот этого нацпроекта в определенное время, за них и расписались, потому что, ну а как, не соблюсти сроки нацпроекта, это денег лишиться федеральных, испортить себе репутацию на годы вперед, что называется, да. То есть вот эта история, она происходит, то есть это разовая история, или довольно часто происходит такое, что закрывает глаза на какие-то огрехи подрядчиков, чтобы не подвести там проект или соблюсти его в общем? Ну, в рамках общественного контроля мы не раз обнаруживали какие-то огрехи в рамках контрактов, да, когда нам в дальнейшем, но это уже на протяжении не первого года, это не связано с камерами, сразу скажу, это даже связано с объектами строительства, объектами, ну, дорог, там, не знаю, тротуаров, еще что-то в этом связано. Когда подрядчики, заказчики в некоторых случаях не то, что закрывают глаза, а говорят, что, так мы же, есть же гарантийные обязательства, так что, ну, выставим в следующем году гарантийные обязательства, они в рамках гарантийных обязательств справятся и работают. Ну, вот нам же надо быстрее подписать документы и быстрее сдать, потому что у нас сроки, потому что у нас, а иначе на эти деньги потом уйдут в федеральный бюджет. Такие, да, случаи были неоднократно, как бы мы про них и в рамках акта общественного контроля рассказывали, и в вашей студии неоднократно рассказывали про такие моменты, да. Если взять именно камеру фото-видео фиксации, ну, я по России, не знаю, сколько не мониторил таких случаев, вот наш случай, это один из таких исключений, можно так сказать, когда недоброкачественная, ну, некачественная продукция была поставлена в, как бы, заказчику. Больше я, ну, по крайней мере, лично я не видел, чтобы были такие еще уголовные дела. А то есть, смотрите, может быть, ситуации-то такие и есть, просто до уголовного дела не дошло. Ну, да, возможно, возможно, они и есть, возможно, как бы, ну, по крайней мере, я говорю, лично я вот не видел, не видел в социальных сетях, в интернете где-то, в новостях, чтобы такие похожие дела были на территории, там, не только, ну, как бы, на территории нашей страны в рамках национальных проектов. А все, что связано там с ремонтом дорог, да, такое есть, оно есть постоянно, когда чиновникам приходится подписывать документы по той причине, что либо сроки поджимают, либо вот-вот на реализовать этот проект, а уже на дворе, там, 31 декабря, и все у нас уже последний день года, и когда уже надо быстрее что-то либо доделать. Поэтому, да, такие случаи есть. Получается, наши чиновники, вернее, уже экс-чиновники, они оказались заложниками ситуации просто-напросто, когда нужно было действительно подписывать. Ну, вот как докладывала вчера сторона обвинения в суде, там, Илья Шульгин якобы сроки сдвигал, вместо недель приемки на это было отведено всего лишь три дня. Все это вертелось в декабре еще 2019 года, и действительно год заканчивался, 31 число поджимало, и нужно было как можно быстрее это сделать. То есть можем предположить, что это могло повлиять каким-то образом, да? Тем более, что говорилось ведь о том, что в этих камерах, как я понимаю, какая-то была то ли начинка БУ, то ли еще что-то было, ну, то есть они были не новыми. Ну, слухи есть, могу только опять же, сам не видел, а конкретно говорить по поводу слухов, то, что эти камеры оказались, как говорят, БУшные. Да, но насколько это правда, это понятно, как бы нам, не знаю, насколько нам правда это расскажут, и в дальнейшем в рамках уголовного дела это было выявлено. Но, как опять же говорят, что да, эти камеры оказались БУшные, но БУшные, знаете, вы же камеру не поймете, что она БУшная, если у нее коробка новая, правильно? Ну, конечно. Внутри-то начинку мы снаружи никогда не увидим. Но где-то, видать, возможно, этот подрядчик еще как-то, где-то она стояла, потом где-то в каком-то месте их обновили. Ну, я опять же могу предполагать. И по счастливой случайности они каким-то образом попали в Кировскую область. Потому что, ну, они же рабочие, просто где-то их обновили на более современное, а к нам привезли более старые, лучше так это назвать, да. Но это, опять же, я предполагаю всю эту историю, а не говорю именно по факту, что это так было. А там уже в рамках уголовного дела надо читать, смотреть. Если когда-то нам уже конкретно расскажут про это, будет интересно узнать точный факт, в чем заключалась недоброкачественная, ну, как бы некачественная поставка продукции. Ну, тут надо упомянуть, что поставщиком камер выступала казанская фирма. Да, Илья Шульгин, кстати, говорил, что, видимо, претензии к нему в том числе и поэтому. Да, помните, мы же активно об этом говорили, Илья Шульгин выходец из Казани, и тут вот опять связи с казанской компанией. И это, кстати, не единственная перекличка с Казани, да, во время правления, так скажем, да, Илья Вячеславовича. Не, ну, честно, я вам скажу, вот хочу сказать по поводу вот этого неправильного подхода. Со стороны, там, он из Татастана, значит, у нас казанская фирма, но у нас, если честно, по России очень много из республики Татастан фирм поставляет именно такую технику, потому что она там производится, потому что там есть технологии для производства данной техники, там есть фирмы, которые на сегодняшний день этим занимаются, и они не одна, их там несколько, порядка двух или трех, и вот я лично знаю, да, и поэтому они не только поставляют там в Кировскую область, Татастан, они по всей России поставляют это оборудование, но просто республика Татарстан, она на порядок технологичнее, чем там Кировская область или многие другие регионы, там есть такие фирмы, которые позволяют им поставлять эту продукцию везде. Здесь неправильное это осуждение, что Илья Вячеславович, вот тут с Татарстана, и все фирмы с Татарстана. Просто мы же с вами знаем и видим, насколько развивается данный регион, по сравнению даже с нашим регионом. И понятно, что если у фирмы есть возможность поставлять такое оборудование, они поставляют регион. Ну, кстати, Константин, это же не единственный, да, пример участия казанских фирм у нас в жизнедеятельности нашего города и связь с дорогами. Казанский ведь подрядчик у нас отвечал за светофоры, помните, когда у нас настоящий швахт такой разразился, когда... А, когда вам были стали. Он не помню. Да, не успевали обслуживать светофоры в Кирове, у них там чуть ли не один или два человека находились постоянно в Кирове, и нам администрация постоянно говорила, что они не справляются с таким объемом работ, светофоры надо менять, светофоры старые и так далее. Ну, это просто к слову. Нет, не буду спорить, как бы, да, были случаи именно связанные с казанскими подрядчиками, можно так сказать, которые заходили и на содержание уличной дорожной сети, и у нас тоже были проблемы, но у нас и с нашими проблемы по содержанию. Тут как бы пример-то очень такой, обтекаемый. Ну, то есть не означает, то, что это фирма из Казани, не означает, что это обязательно там фирма, какая-то такая... Объективно говорите, объективно претензии. Подобранные, подобранные. Мы с вами можем также делать там утверждения по поводу подрядчиков, которые к нам с Москвы приходили, когда к нам из Москвы приезжали чиновники, можно так это назвать, их руководители разных дорожных компаний. Поэтому здесь, ну, как бы, ну, вы сами все видите и сами все знаете, да, как бы, тут о чем утверждать. Вопрос в том, что какое будет решение суда в отношении Ильи Вячеславовича и в отношении Алексея Шутинова. Вот это, конечно, на сегодняшний день загадка пока. Но, как видим, что в ближайшее время мы об этом узнаем. Да, ну, кстати, санкция статьи, непосредственно где прописано наказание, предполагаемая статья 286-я. Кстати, ее лишь упоминали только вот в начале судебного процесса, да, Аня, ты заметила? Да, да, да. Еще в конце декабря прошлого года. А тут, походу, как-то, как-то это все не упоминалось. Может быть, что-то могло и измениться. Но если вот читать эту статью... А там на самом деле менялось же в самом начале все. Там же сначала, насколько я помню, было злоупотребление должностными полномочиями. А это более жесткая такая статья по санкциям. Ну, я как понимаю, защита обвиняемых пыталась все это переклифицировать на халатность, на халатность, которая там предусматривает наименьшее, как бы, меру наказания. Но пока, как мы видим, прокуратура и суд не переклифицировали, а настаивают на 286-й, как я понимаю. 286-я часть 3-я, пункт В. Там санкция предусматривает от 3 до 10 лет лишения. Запросили 5. Запросили 5 колоний общего режима. Где-то можно сказать, что посерединке, да? Где-то так. Ну да, запросили не высшую меру, это уже о чем-то говорит. Вот честно вам скажу, и с точки зрения, как бы, прокурорской работы, да, хотя там, я примерно представаю, как они работают, значит, если они не просят высшую меру наказания, значит, есть какие-то моменты, есть подводные камни в данной ситуации. Ну, суд, конечно, будет учитывать и тот факт, что на иждивении у Шульгина находятся трое, по-моему, несовершеннолетних детей. Ну, он на газетный отец, да. Да, и сам он в суде об этом говорил накануне. Первый ребенок взрослый, это еще трое несовершеннолетних, это, конечно, да, фактор для того, чтобы суд мог смягчить, да. Константин, я хотела у вас еще... Ну, и, как я понимаю, в рамках уголовного дела не доказано какое-либо обогащение за счет данного факта, да, корысти какой-то либо, да, это больше уже, ну, как бы, за употреблением полномочий, да, но никакой корысти, как я понимаю, не доказано, это тоже будет учитывать суд. То есть, попросту говоря, отсутствие мотива обогащения личного. То есть, это 21 миллион, они не легли в карман. Да, но, тем не менее, это деньги, которые были истрачены, это государственные деньги, которые могли пойти на что-то другое, бюджетные деньги. Но мне еще интересно, как поведет себя администрация в дальнейшем сейчас, по той причине, что, ну, как бы, судом доказано, что данный продукт был недоброкачественным, ну, как бы, некачественный показ предоставлен, да, то, по факту, сейчас в дальнейшем, ну, я бы, с моей точки зрения, как бы, администрация должна когда получит этот продукт и эти камеры себе обратно в пользование, проще так это назвать, да, то они должны уже выставить претензию подрядчику, который нам поставил эти камеры, да, и уже с них еще взыскивать денежные средства. А вот, кстати, да, интересно, а почему, если, например, не доказано, что Илья Шульгин, Алексей Шутинов знали о том, что это не тот продукт, это не доказано. Ну, это твое сугубо суждение, что они могли знать. Конечно, ну, мы же об этом говорили, если, например, ну, вот шли разговоры о том, что они какие-то БУ, и с самого там начала, пока ты не эксперт, не раскрутил и не посмотрел, ты не понимаешь, что это БУ, получается, что поставщик тебя обманул, то есть он тебе подсунул не тот товар, о котором мы договаривались, если речь идет о том, что это бывшее в употреблении какое-то. Ну, судя по тому, о чем речь шла в суде, администрация ведь пыталась бодаться, что называется, с поставщиком камер, но поставщик быстро прислал уведомление о том, что у нас все хорошо, мы вам поставили те камеры, которые вы просили, хотя, со слов гособвинителя, эти 20 комплексов фото- и видеофиксации нарушений, они не соответствовали техническому заданию аж по 19 пунктам, то есть это не какая-то одна мелочь, не пару, а сразу почти два десятка несоответствий, ну, опять же, не расписывается конкретно, в чем... И опять непонятно, в чем причина, да, почему все-таки было решение их принять. Ну, и давайте мы не будем забывать на сегодняшний день, я опять же к своей мысли вернусь, что все-таки я считаю, что в дальнейшем администрация, не считая тех 20 миллионов рублей, если суд признает, то, что обвиняемые должны возместить бюджеты, то и администрация в дальнейшем должна в рамках контракта, который был ей подписан, выйти с претензией к подрядной организации, к поставщику. И сказать, забирайте их обратно и отдавайте нам деньги, да? Да, забрать обратно деньги, потому что им же деньги были оплачены, они же этими деньгами пользуются на сегодняшний день, да, но при этом мы не пользуемся тем некачественным товаром. Да, пусть даже это, если суд признает по вине чиновников, то все равно как бы взыскивает администрация на обязанность подрядчиков, уже в рамках там судебного производства, арбитражного суда, ну, выходить с претензией на возврат денежных средств и на возврат товара им обратно, если он некачественный. А судом, как мы понимаем, следствием это доказано, и вы перечисляете даже целыми 19 пункциями это доказано. Ну, это по аналогии с делом Парка Победы, да, тут вспоминается этот случай. Я сейчас не понимаю, процесс-то заглох, да, причиненный ущерб муниципалитету, да, причиненный ущерб муниципалитету от продажи этой земли. Ну, значит, двойную цену, это хороший такой получается, хорошая прибыль. Тут тогда спасибо надо, получается, сказать, а не на пять лет в колонию отправлять человека. Ну, извините, да. Ну, вот видите, какого забирателя пришли, что уже надо спасибо говорить. Да нет, нет, но это шутка, конечно, Константин, хоть и грустная. Скажите, у меня вопрос, вот какой к вам, вы же все равно наверняка с Ильей Шульгиным и с Алексеем Шутиновым довольно плотно работали во время, там, да, проверок всех этих ваших общественных, которые вы производите. Вот ваше общее ощущение вообще от общения с людьми какое? Ну, то есть было ощущение, что они что-то там крутят мерцит. Ну, понимаете, как бы я бы разделил на два составляющих, ну, как на два составляющих, на два человека, да, там, Илья Вячеславовича и Алексея Шутинов, да, как бы. Понятно, что Алексей это хороший социалист, дорожник, как бы к его компетенции никогда не было вопросов. С точки зрения того, его подхода к работе, да, всегда бы возникали вопросы. Ну, возможно, то, что он занимал такое место, ему приходилось, как бы, знаете, он, с одной стороны, и на нашей стороне периодически был, да, но, с другой стороны, как бы, и точку зрения администрации отстаивал. По поводу Ильи Вячеславовича, ну, я даже не я могу это сказать, а, может, многие могут про это говорить. Я сейчас это слышу от многих общественников, кто с ним общался, что, ну, с ним он был намного, он как бы, он открытый человек, и он постоянно с нами что-то спрашивал, советовался. Где-то там какие-то мероприятия проводили по сравнению с нашим Дмитрием Осиповым, который сейчас является мэром, который полностью закрыт от общественности и не общается совсем, и, как бы, совсем игнорирует наши позиции, то Илья Вячеславович в этом плане, он всегда за был общение, и постоянно какие-то вопросы мы обсуждали. Это было всегда, и за это ему большая благодарность. И многие сейчас говорят, что при нем было работать общественности намного эффективнее и лучше по сравнению с тем, что сейчас у нас происходит. Взаимодействие было более плотное, да, между администрацией и общественностью? Да, да, да. Мы же никогда не работаем во вред, как многие считают. Мы всегда работаем во благо. Да, может быть, в какой-то точке зрения нашей компетенции не хватает, но на то мы не специалисты, мы общественность. И для этого есть специалисты, которые должны нам помогать. И вот Алексей Тришутинов, это один из тех специалистов, который как бы в каких-то моментах где-то и подсказывал, где мы, может быть, недопонимали и где не хваталось нашей компетенции. Ну, понятно, что не всегда приходили к общему знаменателю, но как бы тут в споре только приходим к истине. Но были в диалоге, я так понимаю, да? Ну, конечно, конечно. Вот лично я за себя могу сказать, я со всеми был всегда в диалоге. И как бы на сегодняшний момент не скажу, что это вот такая огромная утрата диалога, да, ну, по крайней мере, с новыми, ну, не новыми уже, но с Дмитрием Осиповым мы вот диалог, например, найти до сих пор не можем. Никаким образом. И он даже не идет навстречу. Ну, как бы Сергей Вячеславович всегда находили диалог. По любому вопросу. Ну, мы прекрасно помним, да, с каким воодушевлением общественность восприняла приход Ильи Шевльгина на должность главы администрации городской. Мы о нем говорили, что это прогрессивный, да, более свободный, и трезвом мыслящий деятель поработал на руководящих должностях, и в том числе производство конкретное возглавлял и мог, собственно, понимать и четко ставить задачи и видеть цепочку, что зачем должно идти. Да, собственно, оно о том и говорил, да, приходя на должность главы администрации нашего города. В общем, воодушевление было, но, к сожалению, пропало. В начале 20-го года, когда Шевльгин покинул. Да, но мы давайте не будем говорить, что его же все-таки в рамках уголовного дела он был уже на другой должности. Он по своему желанию ушел из города, да, а не в рамках уголовного дела ушел из города. Надо это тоже не забывать, эту ситуацию. А уже когда там другие последствия, из какой его должности привезли сюда... Он, по-моему, был заместителем министра в Татарстане, да? Да, он был заместителем министра промышленности в республике Татарстан. Это последняя его должность. Как бы она к этому делу, конечно, не имеет никакого отношения, но все равно. И человек, когда уходил из Кирова, как бы он же тогда дословно стал, почему он и словно стоил, но не нашел понимания и предложили другую вышестоящую должность. Понятно. Спасибо. В общем, так или иначе, да, суд в ближайшее время будет завершен. Будет вынесен приговор, ну а там уже, вероятно, возможны апелляционные станции. Да, ну, надо сказать, да, мы об этом не заявили, но ни Шотинов, ни Шульгин вино не признают. Вино не признают. Вино не признают. Спасибо Константину Сечину. Ну, здесь я честно скажу, можно еще тут минутку? Минутку, да. Я хочу сказать, что вину-то трудно признать, по той причине, как вы же сами сказали, что это же электроника. И как доказать, что это, например, там она была недоброкачественная? Только экспертная организация, экспертные специалисты могли бы доказать. Но, опять же, это опять, по своей точке зрения, я смотрю на некоторые вещи. Вот такая дела. Спасибо. Понятно, понятно. Спасибо Константину Сечихину. Убегаем на рекламу. После вернемся. Продолжим с Яном Чеботаревым. Да, безусловно, довольно специфическая, не сказал бы, что запутанная, но специфическая очень история. Я тоже смотрел, есть ли подобные примеры по стране, когда на федеральные деньги, по федеральной программе безопасные и качественные дороги закупаются комплексы видеофиксации, и потом что-то идет не так. Да, вроде бы благое дело. 2019 год. Были федеральные деньги. Надо было покупать видеокамеры дорожные. Но что-то пошло не так. Что именно? Очень много вопросов. Подсудимые вину не признают. Гособвинение свою позицию изложило. Это понятно. Вот меня тоже смущает пункт. Камеры фиксации ПДД предложили вернуть в управление дорожной и парковой инфраструктуры. Зачем их туда возвращать? Опять же вопрос. Если они не соответствуют тем заданиям, которые были поставлены. То есть они мертвым грузом будут там лежать. В общем, очень много каких-то несостыковок в понимании опять же обычного человека, обывателя. Давайте пообщаемся с специалистом. Ян Чеботарев с нами на связи. Юрист Ян Евгеньевич. Добрый день. Ян Евгеньевич, добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, конечно. Мы в эфире. Ян Евгеньевич, вы уж простите, это какой-то заколдованный круг. Мы из года в год обсуждаем возможные какие-то приговоры. Людям, которые еще недавно руководили нашим городом, областью. Это жизнь. Да, вот очередной такой пример. Ян Евгеньевич, ну, во-первых, непосредственно по тому наказанию, которое запрашивает прокуратура. Пять лет колонии общего режима, четыре года колонии общего режима с дисквалификацией на три года для Ильи Шульгина и Алексея Ишутинова. Вот учитывая то наказание, которое предусматривает статья. Владимир посмотрел от трех до десяти лет, по-моему, да? Да, совершенно верно. От трех до десяти, да. Как вам кажется? То есть это такая вот посерединке история? Ну, чуть ниже серединки. Пожалели, получается. Ну, это не пожалели. Прокуратура обычно запрашивает как раз какие-то такие средние цифры. Дальше уже суд сам решает, насколько доказано событие преступления, насколько запрашиваемое наказание соответствует личности подсудимых. Ну, и принимает решение, исходя из достаточно большого количества факторов. Обычно, обычно всегда чуть-чуть ниже, чем запрашивает прокуратура. Если, конечно, суд признает подсудимых виновными. Напомню, что пока решение приговора суда неизвестен. Никому, я думаю, даже суде удалился в совещательную комнату. И надо подождать. Надо подождать, да. Трудно с вами не согласиться. Ну, вот вы, Ян Евгеньевич, следили по материалам СМИ, за этим делом, позиции сторон. Да, конечно. Вот у вас это вызывает какие-то эмоции, противоречивости, что ли, не знаю, незаконченности каких-то действий. Да, у меня есть вопросы к большей части стороне защиты, а не к стороне обвинения. Обычно все-таки люди, которые заявляют о своей невиновности, более активно сотрудничают с средствами массовой информации с тем, чтобы придать огласке свою позицию. С тем, чтобы как раз общественность знала, почему подсудимые полагают, что они привлекаются к ответственности необоснованно. Вот как раз в данном деле уж как-то совершенно беззубо сторона защиты выглядела слишком. Я читал в прессе некоторые выдержки из документов защиты. Там, да, действительно говорится о том, что не входило в компетенцию господина Шульгина принятие этих комплексов и так далее. Но, тем не менее... Алло, коллеги, слышали? Да, 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 мы здесь, мы здесь, Евгений Евгеньевич, слушаем вас. Но, тем не менее, информации совсем мало. Совсем мало. Значит, как-то очень странно выглядит позиция господина Шульгина. Тем более, что, ну, опять же, средства массовой информации проходила там информация о том, что есть свидетели, которые как раз-таки говорят о том, что господин Шульгин все-таки настаивал на принятии подобного рода комплексов в эксплуатацию. Соответственно, все-таки какое-то воздействие управленческое на подчиненные структуры УДПИ, в частности, он оказывал. То есть, поймите, коллеги, правильно, очень тяжело анализировать уголовное дело и все, всех материалов. Конечно. И как раз вот по большому счету моя претензия в стороне защиты как практикующего юриста сводится в основном как раз к тому, что если господин Шульгин говорит о том, что он не виновен, ему надо в паблик-то было выносить как можно подробнее ситуацию. И рассказывать, например, если действительно это было так, что он настаивал на приемке этого оборудования, рассказывать, по крайней мере, почему, по каким причинам. Точно. Точно так. То есть, попытаться каким-то образом общественное мнение, да, ну, немножко сдвинуть приоритеты, что ли. Да, мы все прекрасно понимаем, у нас огромное количество уголовных дел в отношении бывших руководителей в последнее время и уже в мозгах, да, что называется, народа уже такое устоявшееся мнение, что все они там, что называется, одним миром мазаны, да, и... Варьё. Да, варьё и клейма негде ставить. Но все-таки вот ключевые доказательства, опять-таки, вины Ильи Шульгина. Подписи-то все есть, ведь в этих документах, да, Илья Евгеньевича, вы читали об этом? Ну, да, конечно. Подписи все есть. И, насколько я понимаю, ключевым доказательством обвинения является заключение экспертизы о несоответствии поставленных комплексов техническим требованиям, которые заявлялись в госконтракте. Ну, здесь, опять же, вопрос в большей части ну, не о стороне обвинения. Они представили свое заключение о стороне защиты, будучи не согласными с таким заключением, ну, необходимо было привлекать других каких-то компетентных специалистов, представлять о рецензии на это экспертное суждение, которое используется стороной обвинения. Во всяком случае, в открытой печати какой-то информации о подобного рода шагах со стороны защиты господина Шульгина я не видел и не читал. Может быть, как раз вот эти все нюансы связаны как раз с тем, что господин Шульгин очень часто менял своих защитников и, естественно, что в такой-то ситуации любому адвокату работать достаточно тяжело. Там чехарда была, да, действительно, с адвокатами, насколько я помню. Доходило дело до того, что суд уже собирался бесплатного уже защитника назначать, потому что, да, чтобы, собственно, соблюсти эту меру. Там, кстати, по техническому специалисту фамилия очень знакома, Анисимов. Помните? По делу Марины Ногиной не он случайно? не помню, к сожалению, не помню. Просто были она. Не помню. Ян Евгеньевич, хотел вот о чем спросить. Правильно ли я понимаю, что, ну, по крайней мере, по той информации, которую мы видим, никакого корыстного умысла в действиях Алексея, Ильи Шульгина, Алексея Ишутинова не было выявлено? Ну, опять же, не видя материалов дела перед собой, тяжело забегать вперед. Не, ну, мне просто кажется, что если бы он был найден, то уж тут-то бы, наверное, обвинение не приминуло это все в массу, что называется, вынести и сказать, посмотрите, какие гады. Другой вопрос о том, что составы должностных преступлений по 285-286 статье Уголовного кодекса, они как раз подразумевают возможность привлечения к ответственности человека даже при отсутствии личной корыстной заинтересованности. Эта заинтересованность может быть, ну, скажем так, фактически основана не на каких-то имущественных благах для подсудимого. А, ну, то есть, вот если продолжать логику... Да, Яна Евгеньевич, хорошо. Это может быть какое-то стремление добиться своего карьерного роста, получить какие-то льготы, преференции в глазах вышестоящего руководства и так далее. Это ложно понимаемые интересы службы, да что угодно. Но в любом случае необходимо доказывать противоправность действий чиновника, то есть, в любом разе. Не бывает ответственности без вины, и, соответственно, если будет доказано, что со стороны господина Шульдина имели место быть какие-то отступления от инструкций, распоряжений, приказов, указаний, собственных регламентов и так далее, ну, естественно, это будет ему большой минус и будет использоваться стороной обвинений, используя с одной стороны обвинения, как доказательство его вины. Ян Евгеньевич, а как вы считаете вот этот весь процесс над Шульдиным и Шутиным можно ли считать в каком-то смысле показательным все-таки федеральный проект, да, государственные деньги, то есть, это такое назидание всем местным чиновникам о том, что надо, ай-яй-яй, да, аккуратнее нужно обращаться с тем, что дает федеральный чиновникам? Я всегда приветствую судебные процессы в отношении достаточно высоких чинов. Почему? На мой взгляд, жизнеспособность любого государства заключается в умении государственной власти самоочищаться. И если бы таких процессов не было вообще, вот это было бы страшно, безусловно. А так, сам факт того, что прокуратура, следствие заинтересовались вопросами эффективности расходования бюджетных средств, соответствием поставленного оборудования нуждам города, техническим условиям государственного контракта, которые разрабатывались с привлечением грамотных специалистов, на мой взгляд, это очень правильный подход. Я не пытаюсь сказать о том, что я лично считаю, например, кого-то из подсудимых виновным никаким образом. Сам по себе процесс это очень хорошо, очень хорошо. Главное, чтобы в рамках этого судебного процесса не были напишены никоим образом права, в частности, подсудимых на защиту. Пока, во всяком случае, о подобного рода претензиях со стороны защиты ничего не звучало. полторы минуты у нас остается до конца. Ян Евгеньевич, еще быстро очень хотела вас спросить, что же все-таки с камерами с этими, которые ненадлежащего качества? Это забавная вещь. Если Шульгин будет признан виновным, будет удовлетворен гражданский иск по взысканию с него в пользу бюджета стоимости причиненного ущерба, это означает фактически, что эти камеры он сможет забрать себе. И каким-то образом реализовать возможности. Через Авито, например. Это уже будет его головная обоя, как он будет эти камеры использовать. Развесит в квартире по периметру дома, на даче, либо как-то будет реализовывать. Но в любом случае, когда он рассчитается по гражданскому иску по своему, камеру он сможет потребовать передать себе. Понятно. Это вполне его право. А обратная история не может быть, что камеры передадут городу, например, и уже городские власти их будут возвращать поставщику и требовать с него деньги? Ну, это уже на усмотрение администрации города. Гражданский кодекс предусматривает достаточно широкий спектр возможностей. Они могут требовать снижения покупной цены, значит, они могут требовать заменить это оборудование, и, естественно, все подобного рода телодвижения, безусловно, будут влечь правовые последствия и для господина Шульгина, в том числе, если он будет признан виновным, и будет удовлетворен гражданский иск по взысканию с него чего-то. То есть, если поставщик этого оборудования заменит это оборудование, таким образом компенсирует какой-то вред, причиненный бюджету, ну, соответственно, отпадет необходимость взыскания каких-то денежных сумм подсудимых. И тогда приговор, если он будет вынесен обвинительным и удовлетворен будет гражданский иск, он просто будет скорректирован судами высшестоящих констанций. Понятно. Спасибо большое, Ян Чеботарев, юрист с нами был на связи. Первый час разворота на этом завершаем. Пять лет колонии общего режима запросила прокуратура для Ильи Шульгина четыре года для Алексея Шутинова. Во втором часе вернемся. Спасибо.